Я претендую Послушные волосы, мокрые в дождь Только ты в этом можешь помочь мне Я претендую на твое сердце бездоказательно Верю, как в детстве, падаю вверх И губами ты ловишь мой смех От юга до севера От холода до тепла Полмира отмеряла и прошла сама Я не лицемерила Прощала и верила Искала себя и вдруг в одночасье Я рядом с тобой претендую на счастье Гриш, смотри, я нашла твою старую шапку Хочу ежика из нее сшить Какого ежика? На продажу, хочу к утру успеть Смотри, из этого ушки получится А ты что ищешь? Сумку А ты давай поднимай Антона Мы сейчас же уезжаем из этого дома Сейчас же Как уезжаем? Куда? Куда угодно Больше ни секунды здесь не собирался Оставаться Она решила, что все может Лицемерка Подожди, что происходит? А я тебе объясню Мало того, что моя мама выставила меня из бизнеса Она решила покуражиться Она забрала у меня все деньги И все Финита, мы нищие Так, успокойся Вы поссорились, из-за чего? Господи, ты что, маму не знаешь? Ей причина нужна Да потому, что я для нее никто Ноль Мальчик для питья Ну все, успокойся Подожди, а магазин она не забрала? Что? Какой магазин? Нашу лавку мастеров Мы будем вместе там работать Работать? Ежиками, что ли, торговать? Отлично, Тань, гениальный бизнес-план Поставим производство ежиков на поток Вот такая Я понимаю, ты расстроился, но зачем? Так Боже, боже Господи Тань, ты совсем, что ли Блаженна? Или притворяешься? А знаешь, что самое смешное? То, что мама права Я никто, понимаешь? Ноль Мне даже идти некуда Ну что ты смотришь? Жалко меня, да? А мне не нужна твоя жалость Мне плевать Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Алло, Ирка, привет. Я не могу говорить, Лучана рядом. Да плевать на него. Слушай, Ирка, ты мне очень нужна. Давай встретимся, а прямо сейчас. Или я приеду к тебе, разбужу твоего Лучана. Ирка, слушай, ты мне сейчас просто необходима. Да что с тобой, Гриша, ты сумасшедший, что ли? Ну ладно, я сейчас что-нибудь придумаю. Давай встретимся в нашем ресторанчике через полчаса, окей? А, понял. Индукция это когда от отдельных случаев мы переходим к общему суждению. Индукция это когда от общего случая... Нет, индукция это когда от случая... Индукция это когда от отдельных случаев мы переходим к общему суждению. У меня кофе закончился. Вот это полная индукция. Это будет нос. Оля, ты чего не спишь уже полночь? Бессонница. Хочу не сплю. А ты чего ко мне привязалась? Добренькую из себя строишь? Оля! Таня, ты чего? Да я тебя обидела. Ну и прости меня, пожалуйста. Я не знаю, что она меня нашла. Почему все не так? Хочу помочь ему. Он все время отталкивает меня. Кто? Гришка что ли? Да он дурачок, не обращай внимания. Может я делаю что-то не то? Может вообще со мной что-то не так? Он просто не понимает, какое сокровище ему досталось. Думает, он единственный неповторимый. Супермен. Я ему еще докажу, что он мизинца моего не стоит. Трубочист этот. Кто? Коля. Ну и что, уродина какая-то? Ну почему мне так не везет? Оль, ну что ты? Да он еще бегать за тобой будет. Просто он глупенький еще. Привет, девчонки. Что за тусовка? Мальчишку вызывали? Уходи. Ты, ты ее чаю хотел попить? Ладно, все, ушел. Тань, ты прости меня, а? А давай никогда, никогда, никогда не будем ссориться. Договорились. Никогда, никогда. За самую красивую женщину в мире. За тебя, Ирочка. Спасибо, Гриша. Знаешь, я в последнее время много размышлял, что все в жизни происходит не просто так. Да ладно. Да. Знаешь, я понял, что вся эта дребедень, которая свалилась на меня в последнее время, это... Это знак. Какой знак? Это знак, что пора что-то менять в своей жизни. Себя, обстановку вокруг. Ну и что же ты намереваешься ехать? Ну, для начала я хочу исправить самую главную ошибку. И вернуть любимую женщину. Ну, зачем тебе это случайно? Нам уж было так хорошо вместе. Давай откроем семейный бизнес. Днем будем работать, по вечерам пить вино, любить друг друга. Нет, Криша. Что значит нет? Это означает, что ничего у нас с тобой не получится. Почему? У меня уже есть семья, и завтра мы с мужем летим домой. Почитайте, пожалуйста. У меня уже есть, Гришенко, семейный бизнес. Я, конечно, буду очень скучать по тебе. И при первой возможности я прилечу, но... Прости. Ира. Пока. Я тебя очень люблю. Ну, давай, мужики, за встречу. Давай. Паш, а Гриш что, у нас забурел? Деловой стал. Секретаршу себе завел. Представляешь, звоню, а она мне, Владимир Сергеевич, на переговорах, что передать. Ничего себе, думаю, забурел наш, а? Да и ты, Серега, не бедствуешь. Да, мужики, зажарись вон. Мужики, зажарись вон. Бизнес ж, бизнес. А я вот не в стуе. Ну, это как говорил наш старшой. Как там? Нельзя же все ломать. Надо на чем-то и сидеть. Да, ты, Серега, хорошо сидишь. Дом у тебя красивый. Жена красавица. А у меня ни кола, ни двора. Будет, Паш. Все будет. А ну-ка, командир сказал, хорек. И никаких сусликов. Никаких сусликов? Вон у нас девчонка молодая. Совсем, совсем девочка. И то открыла свое дело. Ничего не боится. Ты понял? Девочка ему симпатизирует. Ты ж какой. Ух ты. Ничего себе. Но ты-то у нас, Сережа, состоялся. Теперь можно и жену молодую, а? Пашка. Закрыли тему. Все, чтобы я больше этих разговоров не слышал. Давай. Для меня, Катюха, все. Мы с ней всю жизнь по гарнизонам отмотались. Ты же сам знаешь. Да, у нас обоих характер. Не сахар. Но за эти годы я понял, что могу ей доверять. А это брат в жизни самый главный. Ну что? Давай. А, ну еще по настоечке, да? Нет, нет, Серега. Мне пора. Дела. Я ведь всего на минуту вырвался. Увидеть тебя хотел. Давай. Ну, молодые дела, так дела. Деловой. Проводишь? Сейчас, Маша. Глаж, Глаж, перестань! Глаж, перестань, что, врача не узнал, что ли? Глаж, ты знаешь, что для меня Пашка значит, и потом он наш друг. Знаю. Знаю. Ну вот. Ну, мое дело предупредить. Грач ушел? Как ты думаешь, он, он о нас расскажет, Сереж? А вот, когда расскажет, тогда и узнаем. Он же о нас видел, ничего не сказал. Понимая, что... Сережа ему не поверит. Из-за Катерины своей присматривай. Не понял. Все. До связи. Ты мой номер помнишь? Звони, если что. Старки сделаны, господа. Старки не сыграла. Играю. Господа, надеюсь, никто не против? Играю. Старки двойные, господа. Ты что, ты только пришел? Боже мой, уже утро-то где был? Танечка, вот скажи мне, пожалуйста. Вот что ты у меня нашла? Я ведь плохой муж. Да что там, чудовищный. Ты такая добрая. Все терпишь. Почему? Сама не знаю. Люблю, наверное. Не-не-не, погоди, погоди. Погоди. Погоди, ты... Присмотрись. Правда, за что ты меня любишь? Я ведь никто. Ничтожество, эгоист. Теперь еще и нищий. Слушай, если ты захочешь от меня уйти, я пойму. Тихо. Замолчи. И больше не говори таких глупостей. Ты не такой. У тебя, у нас, все будет хорошо, слышишь? Никуда я от тебя не уйду. Что бы ни случилось. Я все, все для тебя сделаю. Ты еще на гордеец и будешь. Я и так тобой горжусь. До экзамена еще 20 минут. Есть время дописать. Ссорит. Это полисилой. Вот это да. Что с твоими ногами? Не твое дело. Полисилой. И ты все это разберешь? В сокращенной форме. Слушай, может, давай я? У меня почерк лучше. Размечтался. Давай, ни пуха, ни пера. Да пошел ты! Танюша, знаешь, почему у тебя нет посетителей? Почему это? Потому что вот этот стол, он не на месте. Он как бы блокирует поступление новой положительной энергии. Давай его переставим куда-то, давай туда. Давай, давай, давай. Потому что он, понимаешь, мешает. А так у тебя народ повалит. Правее, нет, левее. Дальше заходи. И будет у тебя бизнес еще... Юля, осторожно там волосы. Я говорю, все не на месте. Туда ли я попала? Здравствуйте. Это смотря, куда вы шли. Я шла в волошную. Тут у вас за углом чудесная волошина. Там такие круассаны. А какой-то милый молодой продавец. Ой, прости меня, господи, за мои грехи. Девочки, вы любите красивых мужчин? Ну, тогда вы не любите жизнь. Милая женщина, у нас тут столько дел, а вы, наверное, куда-то шли и куда-то опаздывали. Пристань. Что-то не уйдешь, у меня моразм. Она сейчас тебе полжизни перескажет. Ну, это вряд ли. А память у меня такая же отличная, как и слух. Вы давали объявление, да? Нет. Да, да. Да. Мы принимаем предметы, которые люди сделали своими руками. Так что, если вы что-то мастерите... Ой, какая красота. Можно, да? Да. Вы знаете, я в молодости ничего не умела делать своими руками. Даже макароны не могла отварить. Просто произведение искусства. Давайте я запишу ваш номер телефона, и как вас зовут? Меня зовут Мирослава Александровна. И меня не зовут. Я сама прихожу. Всего доброго. Она странная старушка. Это что? Александра. Забыла. Круассан? Я говорила, все не на своем месте. Я. Начинаю тебя. Ну, чё? Шпоры помогли? Не помогли. Доволен? Я же говорил, надо было мне писать. У меня рука легкая. И как ты теперь? Что думаешь делать, когда тебя из универа попрут? Да, подруга, пропадешь ты. Ты же в этой жизни ничего не умеешь. Да никто меня не выгонит из университета. Я подготовлюсь получше. А через неделю новая пересдача. Ну, что ты тормозишь? Поехали. Олечка, ну что, опять кофе? Ой, кофе уже не берет. Лучше сразу яду, чтобы не мучиться. Боже, господи. Ксения, а вот мне кофейку, яичницу с беконом и эти ваши пирожки с корицей. Хорошо. Аппетит зверский. Зачем? Ну что, двоечница, как успехи? Так, посмотрим, что тут у нас. Ровно в полночь на город обрушился ливень. Можно ли надеяться, что через 96 часов выглянет солнышко? Да, фигня-то все. Задача для пятиклассников. Да? Ну, давай. Раскрой нам тайны бытия. Блесни логикой. Когда же выйдет солнце? Или ты только понтоваться можешь? Сейчас объясню специально для продвинутых. Через 96 часов снова будет полночь. И какой ночью солнышко? Элементарно, Ватсон. Ой, промок, да? Я такая нелогичная, извини, пожалуйста. Кстати, хотела тебе сказать, сегодня я в услугах водителя не нуждаюсь. Так что сиди дом, суши штанишки. Ты не видел мою синюю папку? Там документация из лавки. Ух ты! Я даже не знал, что ты видишь документацию. Ты смеешься, у нас, между прочим, все налаживается. Знаешь, какие красивые вещи люди приносят? Ой, там и скатерти, и абажур, и украшения. Главное, все такое красивое. Вот оно. И что? А значит, лавку не закроют за долги? А я даже не знал, что ты у меня бизнес-вумен. Да ладно тебе. Может, заедешь сегодня, посмотришь, как идут дела? Нет, Анечка, сегодня не получится. Встреча важная, но нужно крутиться, чтобы все наладить. Хорошо. Пока. Пока. Что там? Пока. Ну, красавец. Да ладно. Благодаря компании Середы, дети из интерната «Солнечное сияние» будут изучать мировую художественную культуру. Замечательно. Ай да, Софья, ай да, молодец. Молочко еще осталось? Да, конечно, Софья Николаевна, подлите. Ну, и что там еще пишут? Сейчас. В ближайшее время мы проведем благотворительный аукцион. Все средства будут направлены на развитие образования. Молодые, талантливые художники, как никто, нуждаются в поддержке. И для нашей компании это направление основной приоритет. Прекрасно. Ну, немножко тут перегнуло. Доброе утро. Доброе утро. Софья Николаевна, я вчера вытирала пыль в шкафчике в коридоре. И не увидела там утку с утятами, девочка на качелях и таксу в шляпе. Я говорю вам это просто, чтобы вы не подумали, что это я взяла. Все понятно. Не волнуйся, я знаю, кто это взял. Что ж, видимо, придется ставить ловушки в собственном доме. Эть, молодец. Лови. Бабушка пришла. Пробуй сам. Ну? Гришка уехал. Очень спешил. Молодец. Наверное, не терпится сесть за карточный стол. Почему ты позволяешь ему играть? М? Софья Николаевна, вы не правы. Гриша ищет работу. Он хочет открыть свой бизнес. У него сегодня важная встреча. Важная встреча? Интересно. Какая? Слушай, а давно я тебя не видела? Ту брошь, которую тебе Гриша подарила. Ты что, ее потеряла? Брошь? Не знаю. Положила куда-то, наверное, и забыла. Давай сам. Забыла. Совсем заработалась мама. Я бы на твоем месте повнимательнее присмотрелась к мужу. А Антоше, не холодно будет в этой курточке? Нет. Ну что? Ну что, будем собираться? Да? Пойдем собираться. Да, мои сладкие, да? Ничего, ничего. Сейчас мне повезет. Я пас. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Как игра? Вполне. Сереж, сколько можно? Скажи, как долго у нас еще Паша торчать будет? Я не понимаю, почему ты с ним возишься, вместо того, чтобы общаться с нормальными, состоятельными людьми. А ты сейчас о середе, что ли? Да, о середе. Ты ведь сам недавно говорил, что тебе надоело заниматься поточным производством. Вот ты поговори с Григорием. Возможно, его бизнесу нужны инвестиции. Вот и станете партнерами, Серега. Грамотно это. Слова какие, знаешь, инвестиции. Ладно, ладно, я подумаю. Есть у меня одна идейка по поводу инвестиций и совместного бизнеса. Все будет хорошо, как-то. Хорошая банька у тебя, Серега. Угу. А что с ней? Да не обращай внимания, не в духе сегодня. Сереж, может, из-за меня я все-таки живу, я могу переехать? Ну, 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 ты ерунды-то не говори. Давай, не унывай. Точно. Пристроим мы тебя на нормальную работу, встанешь на ноги, жену тебе найдем, молодой красавица. Точно? Да. Прорвемся, братишка. Давай, бывай, до вечера. Давай. Счастливо. Иди. Рядом. О-о-о-о. Доброе утро, Танечки. Здрасте. Садись, подвезу до большой земли. Спасибо. А ты мне как раз расскажешь, как продвигается твой мелкий бизнес. Давай, сумку. Давай, давай. Опа. Вот так. Кто плачет у нас? Ну. Дай мне какие-то апплеры. Дай мне лепестки, дай мне лепестки. Некоторые люди... Некоторые люди мертвы. Некоторые люди мертвы. Я вижу что-то на земле. Некоторые люди мертвы. Дай мне лепестки. Некоторые люди мертвы. Некоторые люди мертвы. Слушай, уйди отсюда. Что, правда хочешь, чтобы я ушел? Да, ты мне мешаешь. Мешаю? А вот я не уверен, что я тебе мешаю. Give me some. Что ты делаешь? Если Сережа узнает, он убьет тебя. Убьет, говоришь? И в этом я не уверен, что убьет. А что ты имеешь в виду? А тебе не кажется, что наш Сережа уделяет очень много внимания молодой соседке? Ну, сейчас в город ее повез. Он просто любит людям помогать. Как будто бы они без него не справятся. Говоришь, любит людям помогать. А может, любит. И помогает. Сейчас подождите, помогу. Ага. Давай. Ну, показывай свою хваленую лавку. Вот же она. Как избушка на курьих ножках. Ну, да, ремонт не помешает. Ничего, со временем появятся покупатели, оформим витрину. Ага. Плохой бизнес-план. Почему? Неправильная последовательность событий. Вряд ли с такой витриной к тебе в магазин пойдут клиенты. В торговле главное что? 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 В качестве товара. Это тоже правильно, но без привлекательной упаковки никто не заинтересуется содержимым, понимаешь? А что с охраной? А что с охраной? Ну, сигнализация у вас есть? Да что здесь брать? А, или подождите, если не будет сигнализации, вы что, свою мебель нам не привезете? Почему? Мебель, может, и привезу, но деньги в твою затею вкладывать не буду. То есть? Так, а что скажешь насчет партнерства? Партнерство? Зачем это вы? Ну, считай, что для души. Очень хочется чего быть. Творческого, что ли. Ладно, давай, думай. Обсуди мое предложение с мужем, а я позже заскочу, хорошо? Угу. Ну, пока. До свидания. Спасибо. Не за что. Даня. Гриша. Молодец, что приехал. Ну, как вы? Спи. Заходи. Ничего. Давай, смотри, сколько здесь игрушек. Да? Ну что? Смотри, здесь у нас все по темам. Тут игрушки, там посуда. Мило. И что, покупают? Ну, пока немного. Хотя вчера работали, уже не в убыток. Гриша, я хотела тебя кое-что спросить. Я не верю. Но твоя мама считает, что ты играешь в карты. Я кручусь, как белка в колесе. Езжу со встречи на встречу. Думаю, где денег раздобыть. У меня нет времени найти развлечения. Я знаю, я и так и сказала. Все, извини, забудь. Да нет, я понимаю. Я все понимаю. Мне правда очень стыдно перед тобой. Я же вижу, как ты устаешь. Я клянусь тебе, я скоро решу все наши денежные проблемы. Мы наймем здесь продавцов. Я не хочу, чтоб моя жена работала как раб на галерах. Зачем? Я не хочу. Мне нравится. Это даже интересно. Придумывать, как здесь все можно обустроить. Сергей тоже так думает. Кстати, он предлагает нам партнерство. Что? Он хочет вложить деньги в наш магазинчик. У каждого свои причуды. А знаешь что? Я думаю, не стоит отказываться. Звони ему, пока он не передумал. Вон, вон. Счет фактура, договор, платежка. Да! Добрый день. Добрый. Вас что-то интересует? Живопись, ювелирка, графика? Нет. Григорий Севи, да? Гриша? Да. Он здесь не работает. Вы знаете, у меня к нему есть один вопросец, а я никак не могу дозвониться. Не подскажете, где его найти? Подскажу. Вы выйдете из здания, повернете направо. Буквально квартал пройдете, там будет арка, лавка мастеру. Ну что, завалила экзамен? Могу к себе взять механиком в гараж на испытательный срок. Ты от меня отстанешь, наконец, или нет? А ты чего без зонтика? Сегодня же ливень обещали. Чего? Идиот! Я же говорил, ливень обещали. Ну давай, иди, штанишки суши. А ну-ка, попробуй. Чего, не горит? Нужно контакты посмотреть. Снова здравствуйте. Здрасте. У нас очередная катастрофа. Ну, если хотите, могу проверить, в чем дело. Да без толку, проводка милая. О, проводка, это дело серьезное. У вас же тут все деревянное. Одной искры достаточно. Это точно. Таня мне рассказала о вашем предложении. Так. Вы знаете, в принципе, мы не против сотрудничать, но не буду от вас скрывать. Сейчас у меня нет средств, чтобы вкладывать в развитие магазина, потому что все деньги крутятся на других проектах. Но мне интересны условия, на которых вы согласны вкладывать деньги в наш бизнес. Ну, для начала я хотел бы быть уверенным, что вы не прогорите, ребят. В прямом и в переносном смысле. Знаете, если честно, я прямо сегодня хотел вызвать мастера, но, как я вам говорил, все до последней копейки вложил в другие проекты. Понятно. Ну, это не страшно. Так. Считайте это моим первым вложением. Здесь на проводку и на сигнализацию должно хватить. Ну, что же вы, а как же бумаги договор? Ну, чего? Я думаю, у нас будет еще время встретиться, обсудить детали. Ну, тогда по рукам. Я прямо сегодня вызову мастера. Танечка, а может быть, может, ты домой поедешь? Антошка уже встал, да тебе надо отдохнуть. Да ну, мне еще поубирать здесь все нужно. Я все сделаю. Кстати, я еду в сторону дома. Могу подбросить, если что. Ну вот, езжай. Отдохни. Ну что, поехали? Идем. Идем. Папе, пока. Пока, папе. Ладно. Спасибо. До встречи. Домой поедем? Помочь что-нибудь? Нет. Пока, папа. Все, счастливо. Пока. Камни рядом, Градонин. Да. Свет, Нила, а ты скоро? Катюш, я уже рядом. А ты где? Ну вот же, и оглядись. Ага. Добрый день. Сейчас помогу выбраться. Привет, Катюш. Привет. Граф, иди ко мне. Давай ты ко мне. Мой хороший. На, так. Спасибо вам большое за помощь, Федик. Не я за что. Так, ну давай. Он у вас замечательный. Спасибо. Рядом. Счастливо. Катя. Какая похвала. Сережа, я не понимаю, почему ты с ней бесконечно возишься? Туда привези, оттуда увези. Катя. Катя. А, приятно слышать от нее дифирамбы, да? Что у тебя с ней происходит? Катя, да ты что в самом деле? Ты думаешь, я идиотка? Верти хвостка, ей что, мужа мало? Тише, тише. Тише, тише. Тише, тише. Пользуется тобой, а ты рад стараться. Катя. Тебе, наверное, нужна молоденькая уже, да? Не то, что я. Граф, рядом. Барьер. Давай, давай, давай. Давай. Катя, поехали домой. От юга до севера, от холода до тепла, Полмира отмеряла и прошла сама. Я не лицемерила, прощала и верила, Искала себя, и вдруг в одночасье Я рядом с тобой претендую на счастье Вместе дышать и друг друга касаться В твоих руках каждый день просыпаться Жить, быть счастливой и просто любить От юга до севера, прощала и верила Искала себя, и вдруг в одночасье Я рядом с тобой претендую на счастье Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»